Добрый день! Приветствую всех у себя на канале! Сегодня у нас очередная серия многосерийного обзора по Ford Focus U3 и сегодня хочу с вами обсудить, какие могут возникать проблемы по ходовой части в этом автомобиле. Мне, кстати, безумно нравится, как автомобиль ведет себя на ходу, как он управляется, плавность хода. Все очень достойно у него. Главные источники звуков подвески, это подшипники верхних опор. Поначалу они начали издавать звуки уже через 10-15 тысяч километров. И их меняли по гарантии. Первый раз узел модернизировали в 2014 году, они получше стали. Все равно этого не хватило. Вторая модернизация в 2017 году. Вне зависимости от материала передних рычагов, через 100-140 тысяч километров, официально предписано их менять в сборе с самими рычагами. Хотя для стальных рычагов встречаются неоригинальные шаровые, замер клепанных. Но все-таки рычаги лучше менять целиком. Это и надежнее, и исключает усталость саленблоков. Дальше изнашиваются на 120-160 тысячах саленблоки с задним на горычажке. Задний амортизатор к такому пробегу можно поменять уже дважды. И если хорошенько нагружать багажник, то и трижды. Передние амортизаторы ходят в районе 100-100 тысяч километров. Как и передние стойки. Поскрипывание втулок стабилизаторов в мороз не является их неисправностью. Передние ступичные подшипники ходят столько же. А главное их достоинство в том, по сравнению со вторым фокусом, что они меняются отдельно от ступицы. Архитектура шасси в целом та же самая, что и у второго фокуса. И в целом, еще раз повторюсь, мне очень нравится, как этот автомобиль себя ведет на дороге. Очень чувствительное рулевое управление. Достаточно хорошая плавность хода. Очень он, особенно когда новый, чутко реагирует на повороты руля. Единственное, что кузов может входить в так называемый резонанс на широковатых покрытиях дороги. Все. Всем спасибо. Такой у нас сегодня быстрый, но, на мой взгляд, более-менее емкий. Это, конечно, не все проблемы, но будете представлять, хоть как ходовая часть себя будет вести. Спасибо. Спасибо.